Жители старинных общежитий на улице Гожувская в Саранске требуют расселить их в безопасное жилье. Юридически здания 61-го года постройки уже признаны аварийными. Но в ближайшие лет шесть не успокаивают чиновники, сносить их точно никто не будет. Между тем в домах рухнули крыши и обвалились стены. Репортаж Людмилы Кусеровой. Смотрите, что они наделают. Вот, пройнись весь потолок абсолютно. Ты смотрите дальше. Вот эта вот вся система. Потолок на деревянных балках. Система не новая. Хорошо известно, что она опасна. В любой момент распухшие от влаги перекрытия, которые в этом общежитии уже свисают с подпорок, могут рухнуть на головы жильцов. Проходим в кухню. Здесь стены от потолка отделяют сквозные трещины. В таких условиях живет несколько десятков семей. Целый район Нахимаша в Саранске. У нас везде развальные крыши, везде трещины в стенах. У нас держится дом действительно только на перегородках. В этих домах жить опасно для жизни. И с этим согласны даже специалисты. Дома признаны аварийными еще в 2014 году. Проблема в том, что, несмотря на заключение комиссий, расселять людей отсюда чиновники не торопятся. По их плану, в лучшем случае, все случится лет через шесть, если федеральные власти продлят финансирование. Возможно, будет какая-то другая программа. И в соответствии с условиями следующей программы граждане будут переселяться из этих домов. То есть, теоретически, их могут из этих домов не переселить вообще. Если вдруг урежут финансирование, а перед ними в очереди на расселение есть еще 60 домов. Существует, правда, другой, более драматичный вариант. Если на людей все-таки обрушится крыша, им предоставят маневренный фонд. Но он из временного может превратиться в постоянный. Скоро уж как предать, вот тогда уж точно по 30 лет живем. Это где так, а? Помыться даже, то негде помыться. Над нами смеются? Или что? Мы не понимаем вообще. Вообще, надо бросить и платить. За что мы платим? Эти дома были построены в 60-х годах прошлого века. Временное жилье для работников разных предприятий. Кто-то потом получил благоустроенное жилье, а остальные так и остались жить в этих коммунальных квартирах. Рассказывают, за 50 лет здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. За текущий каждый месяц платят, но не видят. Включается лампочка от руки. Вот так вот. Вот. Выключателя нет абсолютно. Как вот можешь жить? А деньги сдирают. Сейчас единственная их просьба к чиновникам. Пусть помогут дожить до переселения или принимают экстренные меры. Никому не хочется быть погребенным под крышей собственного дома. Тем более, что здесь живут не только пенсионеры, но и многодетные семьи с маленькими детьми. Людмила Кусерова, Сергей Бебинов. Наши новости.